В России распространено очень странное, ошибочное представление о том, что такое хороший руководитель и лидер. Мы считаем, что лидер — это должен быть человек с железной волей, который всех берет в кулак и наводит порядок. Международный опыт говорит об обратном. Эффективные лидеры на самом деле другие. Это показало недавнее исследование, которое было проведено в Лунском университете, это Швеция, где три исследователя, Холм, Ни и Опер, показали, что если вы возьмете генеральных директоров, CEO, и заставите их играть в компьютерные игры, где происходят соревнования, то в отличие от контрольной группы, эти люди, генеральные директора, зарабатывают действительно больше, но именно за счет того, что они менее агрессивны и больше стремятся к кооперации. И самое важное, они интересуются каждым участником команды. Я много рассказываю вам о том, как меняется современный мир. Я рассказываю о четвертой технологической революции, и это, конечно, предъявляет особые требования к людям, которые сейчас руководят большими компаниями, да и не очень большими, потому что мир действительно сейчас требует другого подхода к бизнесу. И вот то, что касается современных лидеров. Как выяснила компания Deloitte в этом 2019 году, это одно из самых последних и свежих исследований, от лидеров сейчас требуются два качества. Первое — быстрота принятия решений в условиях неопределенности. И это понятно, четвертая технологическая революция. И второе — это вовлечение людей и ставка на их развитие. Если это происходит, то компания действительно преуспевает. Вот чем надо заниматься для того, чтобы преуспеть. Это третий пост о лидерстве. Я уже рассказывал вам, что хорошие лидеры отличаются низкой агрессией и способностью коммуникации. Второе — лидеры способны принимать сложные решения в условиях неопределенности. Третье — хорошие лидеры вкладываются в людей и в их развитие. Но есть у темы лидерства и темная сторона. Как показывает целый ряд исследований, лидеры часто используют вранье в качестве инструмента достижения своих целей. И этот инструмент на самом деле неплохо работает. Здесь нужно помнить одну простую вещь. Вранье всегда работает до какого-то момента. Оно не может работать вечно. И хорошие лидеры часто терпят поражение, потому что в какой-то момент они не нашли в себе силы сказать правду.